Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители портала armtor.ru, журнал «Вестник арматура строителя». Мы продолжаем свои репортажи с выставки «Газнефтехнологии. Город Уфа». И сегодня представляем вам встречу с управляющим директором Благовещенского арматурного завода Филиппиевым Сергеем Николаевичем, который расскажет о предприятии и последних тенденциях завода. Здравствуйте, Сергей Николаевич, рады вас приветствовать на вашем стенде. Первый вопрос, главное, как сегодня чувствует Благовещенский арматурный завод сегодня? Добрый день. Ну, прежде всего, у нас год юбилейный, поэтому в этом году мы отмечаем 260 лет нашему заводу. Уже более 74 лет мы производим трубопроводную арматуру. Я даже не знаю, сколько мы поставили за это время, надо задаться такой целью и посчитать. На данный момент, я думаю, что рынок довольно неплохой. Все тенденции мировые и с снижением курса рубля, мы видим, что позволяет российским компаниям все больше и больше присутствовать на рынках, как российских, так и востребована продукция на рынках стран СНГ. Также и ближние зарубежья, и дальние зарубежья интересуются все больше и больше продукцией компаний российских. Поэтому наша задача сейчас все больше и больше разрабатывать продукции именно по стандартам европейских и американских компаний, для того, чтобы поставлять продукцию тем, кто присутствует на рынке. Это компания Shell, Total. И возможность это есть, потому что качество на данный момент практически не уступает западному аналогу. Ну а по остальным заказчикам, по нашим традиционным, это Газпром, Транснефть, компания атомной промышленности, мы поставляем продукцию. И компании продолжают как строительство и продолжение инвестиционных проектов, несмотря на падение стоимости нефти, так и компании проводят ремонтные работы, и наша струкопроводная арматура, она востребована. То есть, в принципе, рынок примерно на том же уровне, даже, наверное, выше, чем в прошлом году. Сергей Николаевич, вы человек-производственник, мы знаем это. Сегодня идет масштабная реконструкция на заводе. Даже это не реконструкция, это больше модернизация. Какие процессы сегодня происходят на предприятии? Пожалуйста, расскажите. Ну, мы все-таки больше сейчас обращаем внимание на такие, на совершенствование процессов, выстроенных уже, да. То есть, это выстраивание производственной цепочки, это внедрение новых инструментов производственной системы, таких как неправильный поток, это 5С, это активная среда. Да, мы все больше и больше привлекаем рабочих на создание и улучшение своих рабочих мест, на улучшение производственных процессов. Мы все больше и больше внимания уделяем технологии производства для улучшения качества, для снижения браковочных признаков как в процессе производства, так и у потребителя. Ну и, конечно, для нас любые вопросы, связанные с качеством потребителя, на первом месте стоят. Для этого мы внедряем именно операционные улучшения, так называемые. По инвестиционной деятельности мы продолжаем проект по развитию литейного производства. Это переход на так называемые технологии холодно-твердящих смесей. Мы готовы и скоро приобретем новую печь инвестиционную, что позволит нам, конечно, стабилизировать процесс подглавки стали. Именно нержавеющих стали и спецсплавов. Если сегодня рассматривать зарубежные рынки, в начале нашей беседы вы рассказали, что сегодня все больше компаний интересуется российскими производителями. С чем связана эта тенденция и вообще поддержите ли вы идею, что сегодня мы конкурентоспособнее с Китаем тем же самым? Конечно, цена играет. Цена. И, как я уже сказал, те технологии, которые пришли в Россию, они уже присутствуют больше 20 лет. Они сравняли технологическую оснащенность всех компаний российских с европейскими компаниями, с китайскими компаниями. Поэтому, наверное, и конструкция, и безопасность, и плюс работа на износ, они примерно одинаковые. То есть сравниваются по качеству, сравниваются по долговечности срока службы. Ну и все больше и больше западных компаний знакомятся с российским производством. И мне кажется, они все больше и больше узнают качество наших товаров. А раз ты узнаешь качество товаров, происходят простейшие законы бизнеса, где дешевле цена-качество, там предприятие покупают. Я бы так сказал. Можно задать вопрос, как к управляющему директору, как вы относитесь к принципу локализации? Сегодня это явление массовое. Зарубежный инвестор начинает вкладываться в наше предприятие, искать партнеров. Наверное, все компании смотрят на эти тенденции. Мы видели, что промышленный рост Китая произошел именно из-за этого. Китайские компании создавали совместные предприятия. Китайские компании покупали технологии, покупали лицензии, покупали разрешения на производство товаров. Наверное, мы должны тоже через это пройти, Российской Федерации, российские компании. Поэтому я не скажу, что мы там активно занимаемся, именно как влаговещеский арматурный завод. Но тенденция таки есть. В целом тенденция положительная больше, чем минус. Ну да, конечно. То есть, ну, доступ к технологиям, наверное, только через это возможно. Инвестиции, технологии, благоприятный климат. Да. Грядет добрая дата, 260 лет предприятию. Какие вы сможете подвести, скажем так, вехи, истории, что сегодня вы можете сказать у предприятий БАС именно в количестве, все-таки эквиваленте. И как будет праздноваться, возможно, юбилей? Ну, юбилей, он начался. Мы начинаем праздновать, готовимся уже с июня месяца. В основном, конечно, он будет направлен на жителей города и сотрудников предприятия. В основном, конечно, он будет направлен на детей. Как сотрудников предприятия, так и детей, которые живут в городе. Основные мероприятия у нас пройдут в июле месяце. совмещенный с Днем Города и Днем Металурга. Замечательно. Спасибо вам большое за встречу. Напоминаю, уважаемые зрители, сегодня наше вопрос отвечал управляющий директор Благовещенского арматурного завода Филиппи Сергей Николаевич. В заключении ваши пожелания? Пожелания коллегам, партнерам и, конечно же, клиентам базы. Клиентам базы желаю успеха, чтобы финансовая составляющая росла, чтобы мы более тесное плодоторное сотрудничество связывали с высоким качеством и с ценой, которая бы позволила все больше и больше увеличивать деловые связи. Наверное, всем компаниям, которые присутствуют на российском рынке, я желаю только развития рынка и развития российских товаров. Я за это, за российские товары. Замечательно. Остается пожелать вам успехов и, конечно же, новых достижений. Удачи. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова